Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале! И в этом видео, друзья, я хочу разобрать с вами три таких очень важных вопроса, которые мне часто задают. Первый. Сколько времени можно работать в Польше по безвизу? Второе. Можно ли поехать в Польшу по безвизу, а потом уже устроиться на работу по рабочей визе? И третий. Ключевой. Самый важный вопрос. Можно ли работать в Польше после окончания рабочей визы по безвизу? То есть, когда у вас закончилась рабочая виза, но у вас биометрический паспорт и вы хотите остаться на эти 90 дней. Можно ли работать или нужно выезжать на территорию Украины, а потом снова возвращаться? На все эти три вопроса я дам ответ в этом видео. Поэтому, друзья, если интересно, усаживайтесь поудобнее. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo. Это быстрый и надежный сервис с возможностью бесплатного перевода денег из Европы в Украину. А также получайте в подарок 360 гривен к своему первому переводу. Подробная информация и ссылка в описании под видео. Итак, вопрос номер один. Сколько времени можно работать в Польше по безвизу и можно ли работать в Польше по безвизу? Вы можете находиться на территории Европейского Союза в рамках безвизового режима 90 дней в течение 180 дней. При этом 90 дней считаются не от первого дня вашей работы, а от даты пересечения границы. И во избежание трудностей и проблем с законом необходимо получить приглашение для работы в Польше, так называемое освящение. И в обязательном порядке по прибытию подписать с работодателем договор. Это либо умова опрация, или умова злицения, или умова от джело. Также многие работодатели в связи с короткими сроками работы по биометрии открывают вакансии только для работников с визами. Поэтому на такие прям очень хорошие работы, где человеку нужно для начала еще обучить, да, потому что люди в основном приезжают без какого-то опыта. И на то, чтобы обучить человека, уходит какой-то промежуток времени, чтобы человек начал правильно, хорошо выполнять ту работу, которую от него требуют. И за эти 90 дней вряд ли человек покажет тот результат, который нужен работодателю. Поэтому прям очень хорошие качественные вакансии, они даются только по рабочей визе, чтобы человек работал как минимум 180 дней. Вопрос номер 2. Можно ли поехать в Польшу по безвизу, а потом уже открыть рабочую визу? Ответ очень простой. Можно. Однако, если вы, пребывая по безвизу, работали на основании освящения, тогда вам, скорее всего, уменьшат визу на количество дней, которые вы уже отработали. Так как официально работать в Польше можно только 180 дней в течение 360 дней, то есть в течение года. Поэтому пребывание в целях работы по безвизу и визе национальной D05A суммируется. В итоге, в течение 365 дней, с момента первого въезда на территорию Польши, вы не можете работать более 180 дней. Поэтому поездку по безвизу лучше всего совершать в познавательных целях и в целях разведки. И третий, самый главный вопрос, который мне наиболее часто задают, который наиболее часто встречается, вызывает резонанс и люди хотят узнать на него ответ. То есть, можно ли работать в Польше после окончания рабочей визы? Возможно, вы работали в Польше 180 дней и у вас биометрический паспорт. Вы хотите остаться еще вот эти три месяца, доработать, поработать. Да, вот возможно, что-то не успели, а возможно, уже захотели по максимуму побыть в Польше. Так вот, легальная работа в Польше, что с визой, что без, регулируется в первую очередь приглашением, то есть освящением, то, что мы говорили ранее, которое позволяет вести трудовую деятельность на срок 180 дней в течение одного года. Но, в ту же очередь, хочу заметить, что пересекать границу после визы для выезда по без визу не нужно. Если у вас есть биометрический паспорт, вы хотите остаться еще на три месяца, то пересекать территорию Украины и возвращаться обратно не нужно. Вы отрабатываете визу и можете остаться в Польше еще на три месяца, если у вас биометрический паспорт. Но, как уже говорилось ранее, официально работать вы не сможете, так как вы уже отработали по рабочей визе свои 180 дней, которые у вас были в приглашении. Поэтому эти три месяца вы можете остаться в Польше, как турист, да, то есть в целях вот такой вот, просто остаться в Польше, пожить, но официально работать по освящению вы уже не можете. Поэтому лучшим выходом будет использовать время по рабочей визе исключительно для работы. А без виз для отдыха и туристических целей. Коридор же для открытия новой рабочей визы при этом не увеличивается. Если интересно узнать про коридоры, то об этом я расскажу в своем следующем видео. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и напишите внизу в комментариях под видео, была ли у вас такая ситуация, когда у вас заканчивалась рабочая виза и вы оставались в Польше еще на 90 дней по без визу. Это очень важно. Напишите, пожалуйста, внизу, чтобы другие люди видели, что это реально, либо это нереально. То есть как к этому относятся пограничники, когда вы после рабочей визы еще на 90 дней остались в Польше. Как они на это реагируют, что говорят, что говорите вы. Опишите, пожалуйста, эту ситуацию внизу в описании под видео. Это очень важно для подписчиков, для людей, которые смотрят это видео. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока. Друзья, переводите деньги через TransferGo. Это быстрый и надежный сервис с возможностью бесплатного перевода денег из Европы в Украину. А также получайте в подарок 360 гривен к своему первому переводу. Подробная информация и ссылка в описании под видео.